С вами Никита Нагаев и Академия трейдинга и инвестиций. Итак, для начала мы с вами рассмотрим нашу торговую идею по евроканадскому доллару. Первый план не был реализован, то есть мы были вынуждены позицию закрыть. Дело в том, что против евро сыграл тот факт, что настроение именно в корпорациях и деловых кругах Германии относительно экономики еврозоны значительно ухудшилось. То есть это вызвало снижение евро вчера, сейчас пока цена консолидируется и мы сами будем искать новые точки входа для покупок, для отработки нашей пятиволновой структуры, как только у нас появится соответствующий сигнал. Дальше поехали. Канадский доллар, японская иена. Здесь ситуация следующая. Должно было выбить вас по безубытку. Ничего, конечно, страшного в этом нет, учитывая тот факт, что нам удалось заработать с вами порядка 100 пунктов по четырехзнаку на этой торговой идее. Сейчас ситуация следующая. То есть мы остановились ровно на той точке, где у нас был явный признак именно открытия коротких позиций по этой валюте, по канадскому доллару. И сейчас цена здесь же и остановилась. Произошло это по этой причине, что как раз таки на этих уровнях находится маржинальная зона продавцов, кто вот с этих позиций осуществил свои продажи. То есть явно цену здесь сейчас удерживают и закрытие американской сессии, если мы посмотрим поближе, закрытие американской сессии у нас выше этой зоны не произошло. Соответственно, это нам может сигнализировать о том, что пока еще продавцы именно на рынке фьючерсов находятся в рынке. То есть здесь сейчас можно аккуратно работать точно так же к продаже, тем более, что стоп у нас получается совершенно короткий. Это порядка 34 пунктов по четырехзнаку. С расчетом прибыли, с расчетом потенциала до нашей основной цели 84.58 потенциал на самом деле составляет здесь 200 пунктов. То есть соотношение порядка 1 к 6. Я считаю, что это довольно-таки целесообразно и аккуратно, небольшими объемами я рекомендую здесь осуществлять продажи. Дальше поехали в фунт японская иена. По-прежнему, да, здесь цена консолидируется, вернулись в диапазон, в котором торгуемся уже больше половины месяца. Единственное, что хотелось бы отметить, что вчера британский фунт поддержал рост средней по числу заработной платы. Но после этого началось снижение. Сегодня в 11.30, я вам продемонстрирую, вышли данные по потребительской инфляции. То есть факт оказался ниже прогноза. Сейчас я вам точно покажу. Да, индекс потребительских цен. То есть ожидали рост на 2,6%, а он составил всего лишь 2,4%. Конечно же, это послужило драйвером для снижения британской валюты. И я точно так же торговал, еще вчера открывал позицию против британского фунта. Работал именно на каких условиях. То есть у нас здесь есть точно так же маржинальная зона продавцов, которые вот с этих позиций осуществили свои продажи. И вот, соответственно, их зона, где им необходимо уже цену держать. То есть либо добавлять денежные средства в позицию по запросу банка, либо позицию закрывать. Цену удержали. То есть на этом было принято решение открывать короткие позиции. И сегодняшние новости по потребительской инфляции оказали поддержку этой идеи. О таких методах торговли я, конечно же, рассказываю на обучении. Напоминаю, что сейчас проходит набор в группу по торговой стратегии WaveSurfing. Метод является абсолютно доступным, в котором используется волновой анализ и маржинальные данные с рынка фьючерс. Ведь основным драйвером для движения цены в валютах являются именно фьючерсные контракты и операции центральных банков на открытом рынке. Все, что вам нужно, это базовые знания технического анализа и интерфейса торгового терминала. Стоимость обучения составляет 40 тысяч рублей. Плюс ко всему вы получаете 500 долларов на реальный счет для вашей торговли. Вероятность отработки каждого торгового плана составляет не менее 80%. В этом вы, конечно же, можете убедиться, если посмотрите мои обзоры. Также более подробно вы можете ознакомиться на сайте в разделе «Обучение», «Онлайн-курсы», «Курс WaveSurfing». Там уже более подробно написано, что мы будем проходить, на кого рассчитан этот курс и сколько занятий продолжаться. Поехали дальше. Новозеландский доллар торгуется в плюс, то есть прибыль по нашей торговой идее. Я напоминаю, что на этих уровнях 0,6544 необходимо было частично позицию фиксировать, остаток уже переводить без убыток. Я, кстати, еще этого не сделал, вот как раз сейчас это и сделаю. И до цели 0,66627. Я напоминаю вам, что сегодня в 9 часов вечера будут публикации комитета по открытым рынкам именно в США. То есть, конечно же, будут говорить о дальнейших перспективах повышения процентных ставок в Америке. Сейчас происходит некая борьба между американским президентом и Федеральной резервной системой. Трамп критикует за то, что слишком стремительное поднятие процентных ставок замедляет экономический рост. Но ФРС, опять-таки, остается независимым и у них свой план. Поэтому сегодня как раз в 9 часов мы об этом узнаем. Здесь, конечно же, рекомендую быть аккуратными. Но если даже оптимально посмотреть, то движение до нашей точки безубыточности в порядке 111 пунктов – это, скажем так, на грани фантастики. Не думаю, что что-то мегапозитивное, что может настолько сильно вызвать именно рост американского доллара, будет опубликовано. Но, тем не менее, мы здесь можем увидеть коррекцию вот такого характера относительно именно линии Вульфа на 30-минутном периоде. То есть, вот такого рода и дальше уже возможна отработка. То есть, корректироваться здесь мы можем как раз до вот этого уровня. Это у нас получается 0.65347. Это именно маржинальная зона покупателей, которые вот с этих позиций осуществили свои покупки. То есть, вот здесь в большей доле вероятности цены удержат. Здесь мы увидим какую-то остановку, в случае, опять-таки, если будут позитивные сигналы со стороны Федеральной резервной системы. Ну, а в любом случае, мы работаем точно так же пока по плану. Новых пока что структуры торговых идей рынок нам не предоставил. Поэтому пока работаем с тем, что есть. Также, уважаемые подписчики, я напоминаю вам, что если у вас не хватает времени для самостоятельной торговли, но вам интересна сфера инвестирования, у нас есть уникальный вам счет с безриском инвестированием под названием Profi2. Это абсолютный аналог банковского вклада, но с гораздо лучшими условиями, ведь вы будете стабильно получать прибыль в размере 2% от вашего депозита ежемесячно. При этих условиях, то есть, ваша годовая прибыль может составить 24%, а при капитализации, то есть, если будете капитализировать всю накопленную прибыль, то может составить порядка 28%. Ссылку вы найдете сразу же в конце этого видео, то есть, она появится прямо на видео, поэтому нажимайте, переходите и можете ознакомиться более подробно. С вами был Никита Нагаев, всем большое спасибо за внимание, до встречи в следующем обзоре, всем профита и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok